Долгожданный капитальный ремонт одного из зданий Полевского лицея подходит к завершению. Корпус, который сейчас ремонтируют, построили еще в 1985 году. Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю, утеплили фасад. Сейчас рабочие завершают внутреннюю отделку. На ремонт потратили более 35 миллионов рублей. Был риск срыва сроков, но сейчас подрядчик работает в две смены и обещает завершить к 1 ноября. «Стройконтроль заставил перештукатурить большие площади. Вот они перештукатурили. Лесить нет, но они бы уже завершили. У них 1 ноября. Так что пообещал, что ленточку режем в этот день». Лицея меняется благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования. Детская школа искусств в селе Рыжково – участник другого проекта «Народный бюджет». За два года учреждение заметно преобразилось. В 2020-м в здании провели капремонт, а в этом благоустроили прилегающую территорию. Теперь у учеников есть свой мини-амфитеатр. «Вот замечательный пример сегодня – детская школа искусств. Уже не первый год в народном бюджете принимает участие этот объект. Ребятишки занимаются в комфортных условиях, территория благоустроена, сформировано спортивное ядро рядом с учреждением». Также глава региона проверил, как в соцобъектах организованы подвальные сооружения. В случае ЧС их могут использовать как укрытие. Сейчас здесь порядок. Никакого мусора, есть запас воды, аптечки, освещение. Губернатор отметил – угрозы вторжения на сегодняшний день нет. Но вопрос безопасности ключевой. Жители Курской области должны понимать, где они могут укрыться в случае опасности. «Это должно быть три уровня. Это первое – общественные пространства, какие-то общественные здания и сооружения. Это жилой сектор, будь то многоквартирные жилые дома, либо индивидуальное частное жилищное строение, либо это территория на улице». На заседании администрации губернатор дал поручение главу муниципалитетов до конца недели закончить ревизию и подготовку защитных сооружений. Юлия Терещенко, Сергей Малеев, События дня.